Кыргызы открыли для себя неожиданный новый продукт – ослинное молоко. Ему стали придавать не только полезные, но и целебные свойства. В итоге напиток, всегда считавшийся харамом, стал необычайно популярен. Ослинное молоко начали пить больные раком, туберкулезом и просто для профилактики. Предприимчивые люди планируют сделать на этой невесте, откуда взявшейся в вере, бизнес. Наши журналисты тоже испробовали волшебный напиток. Яшка. Яшка, Яшка. Яшка – почетный член семьи. Ослица, которая была в недавнем прошлом просто рабочей силой, теперь уважаемый производитель чудо-лекарства. То, что лекарство помогает – это факт. Я же на себе испытала. Рахат два года лечилась от гепатита. Принимала капельницы, глотала лекарства. Но ощутимых результатов не было, говорит женщина. Как-то услышала, что печень можно вылечить ослинным молоком. Помню, как в первый раз пила. Готовилась. В одной руке хлеб, в другой яблоко держала. Пила и сразу яблоком закусывала. Прям подпрыгивала от неприятного вкуса. Пыталась перебить этот вкус. Потом уже привыкла. А это супруг Джапаркул. По совместительству главный врач домашней лечебницы. У него все по расписанию. За исполнением диеты следил строго. И лично доил ослицу. Я раньше не доил. Видел, как кобылу доят. И примерно пытался делать то же самое. А теперь Джапаркул доит, как заправская доярка. Хотя сначала ветеринар по профессии скептически отнесся к идее жены. О полезных свойствах кобыльево молока слышал. Но вот чтобы пили ослинное. Многие в нашем селе пьют тайком. Я не скрывала. Пусть говорят, что это харам. Люди вон лечатся, чем попало. Уринотерапия, например. Никто же не осуждает. А это все-таки молоко. Курс лечения длился 40 дней. Женщина пила молоко днем и вечером. Был на печень длина нормальная. Это результаты УЗИ. Вот, никаких заметных отклонений. Врачи спрашивали, где я лечилась. Бишкек, ездила в Джалалабад или Вош. Удивляются. И самой было заметно. Лучше стало. Пропала тяжесть в Баку. После чуда исцеления семья решилась завести еще одного ребенка. Сейчас маленькому Канджару три месяца. Анализы подтвердили. Мама и малыш здоровы. Тогда на ослиную диету стали переходить все соседи. Как я жалею, что раньше не узнала о свойстве этого молока. Мой муж от туберкулеза умер. Ему было всего 64 года. Если б знала, я бы его заставила пить. До сих пор бы у меня жил. А первым сделать ослиное молоко бизнесом решил Кудайкол. В его сарае пока только ослица и ослик. Но в будущем он планирует построить целую ферму. В скором будущем, наверное, жирненьких. Если отрастим, может, на мясо пойдет. Если что, мы юрту там, где-нибудь такой классный, маленький. Организуете? Да, организуем так. Большая ослиная ферма в мечтах. А для начала справиться бы с двумя ослами. Животное больно упрямое. Эй, осли! Что, осли? Как вы? Как вы? Так, так, так. Я корма просто мало беру, я корма. Предложила помощь и тут же пожалела. Животновод из меня вышел бестолковый. Но благодарность за труды меня угостили целебным напитком. И сколько выходит? Ну, примерно где-то полторы-две пьялки за раз. Все это самое набрали. Но на вкус, на запах она не отличается. Как бы. Мать, попробуйте. Давайте. Ничего, нормально? Ну, нормально. Какое-то оно безвкусное. Безвкусное. Ну, желательно, если что, добавить сахар, если как, это получится. А можно, да, добавить? Можно. Я щек тапкаю. Все хотят быть здоровыми. Теперь в селе вошло в привычку доить всяк проходящую мимо ослицу. Ослик, оказывается, все выпил. Нужно через два часа попробовать. Надо ослика подальше держать. Через два часа Аксакал возобновил попытку. Внук, как только родился, заболел. Воспаление легких у него было. Кашель целый год не проходил. Я ему жиры кабана, барсука давал. Чем только не лечил. Чабрец заваривал. Не помогло. Попросил у соседей ослицу. Доил сам. Десять дней молоком поил. И все, кашель прошел и хрипеть перестал. А вы говорите, харам. Для местных жителей ослиное молоко стало панацеей от всех болезней. Кто-то лечит гепатит, кто-то туберкулез и даже рак. В Минздраве не против такого самолечения. Но просят не преувеличивать возможности молока. Вылечить, допустим, раковые заболевания ни ослиным, ни кобыльным молоком не получится. Но в качестве пить его профилактического средства, вот я согласен, что это действительно профилактика и онкологических заболеваний, и профилактика старения. Это однозначно. Профессор три года исследовал ослиный феномен и пришел к выводу, что никакого чуда тут нет. Ослиное молоко по составу самое близкое к материнскому женскому. Значит, пользы от него ровно столько, сколько от грудного вскармливания. Тем временем в селе Аркет ослиная легенда переносится из уст в уста, пополняясь новыми излеченными болезнями. А недавно заговорили о лечебных свойствах ослиного мяса. Вот такой вот харам.